Распаковка посылок с сайта Алиэкспресс. Мой новый набор или комплект кухонных ножей от производителя ВАК. Всем мира, добра и любви! Сегодня мы будем делать распаковку посылок. Это все была одна посылка, но я ее вскрывал на почте, поскольку видел, что ее вскрывали до меня. И решил убедиться, что здесь все есть в наличии. Но, конечно же, ножей я не смотрел. Это все я буду делать впервые при вас. Здесь также ножи, также от этого производителя, поэтому рекомендую начать с вот этих посылок. Откроем, потом посмотрим все это. Решил поменять себе набор кухонных ножей на кухне, то есть у меня уже будет другой. И сейчас увидите какой. Будет много информации, поскольку они будут работать у меня на кухне. Будем и затачивать эти ножи, и делать какие-то тесты, и записывать какие-то обзоры и так далее. Но сегодня мы запишем распаковку. Так, я запишу, а вы посмотрите. Возможно, кому-то что-то пригодится, что-то будет интересно. Так, открываем вот эту сначала посылку. И смотрим, что здесь. Меня попросили зрители моего канала заказать какой-то бюджетный нож от производителя БАК. И я решил, а почему бы и нет. И вот выбрал вот этот. Мне он понравился, и в принципе, он один из самых бюджетных. Наверное, возможно, даже из самых бюджетных. Вот этого производителя. Ссылку на этот нож я оставлю в описании под видео. Несмотря на то, что один из самых бюджетных, у него очень мне понравилась рукоять и оригинальная, и то, что есть вот эти вмятины для того, чтобы устранить эффект прилипания продуктов во время нарезки. Какая здесь сталь, я уже не помню. Но ссылка будет в описании. Переходите, смотрите. Вот так смотрится этот шеф-нож. Хочу взять его в руку. Как и предполагалось, очень приятно ложиться рукоять в руку. 100% контакта. Как бы вы не вертили этот нож, как бы вы не подбирали, какой бы хват у вас не был, я думаю, вы отыщите свое комфортное положение. И, кстати, рукоять очень даже цепкая. Вот как будто прилипает рука. Но нет такого, что там, не знаю, к сладкому прилипает рука. Просто такой какой-то, не знаю, лак или материал вот этот, какое-то дерево, но это не дерево, это, я думаю, что-то другое, но прилипает очень и ложится очень приятно и цепко. И красивый нож. Несмотря на то, что бюджетный, простой, но вот эта полировка, эти вмятины, смотрится он неплохо. Да, его надо было бы протереть, но тем не менее. И здесь нет каких-то, вот я только что его держал в руках, вертел и не ощущаю, что где-то что-то наминает или где-то что-то врезается в руку. То есть все хорошо обработано, все хорошо сделано и удерживается нож хорошо. В принципе, бюджетный вариант, будем тестировать, но тем не менее, вполне даже неплохо. Вот так визуально первое впечатление, первый контакт с ножом, все нравится. Претензий к ножу нет. И сделан вроде бы добротно, то есть нет зазоров между стыками рукояти и металла. Все подогнано очень хорошо. И вот то, что здесь есть, вот это такая, как бы бамбук, вот это, ну я не знаю, дизайн этот. Это они правильно придумали. Я думал, что возможно я буду ощущать, но нет, оно даже как-то так приятно удерживается, этот нож. В принципе, я доволен. Вот этим ножом доволен. Ссылка будет в описании под видео, будут еще тесты. Но сначала хочу еще проверить его остроту, то есть заточку. Сначала визуально. Достаточно крупную риску вижу, то есть камень на финише был достаточно крупным. Но равномерная заточка, то что мне нравится, поскольку ничего не придется исправлять. Просто пройдусь там какими-то камнями, когда будет необходимость. Но сейчас посмотрим, есть ли такая необходимость из коробки. Нет, ребята, нет такой необходимости из коробки. То есть нож заточен очень-очень хорошо. Равномерность заточки проверяю. Проточен до самого кончика. То есть все хорошо проточено. Можно, если вы любите там какую-то там, не знаю, менее агрессивный рез, можно пройтись с каким-то там финишным камнем. А можно просто брать на кухню, работать. Когда устанет, тогда уже выбирать свою заточку. То, что он хорошо проточен, это хорошо, поскольку вам ничего не придется перерисовывать, просто попадать в угол, если вам, у вас устраивает этот угол. И оттачивайте. Нож понравился упаковывать под кулёк. Этот не буду, но это оставлю. Будет на обзоре, будем тестировать, будем проверять его стойкость и так далее. То есть будет больше информации, а сейчас просто вот есть такой ночь. Следующая посылка. Также от производителя ВАК. Сегодня все будут ножи от производителя ВАК. Это уже коробка более солидная, поскольку ножи здесь уже как бы премиальные, или как их назвать, так уберем, чтобы она нам не мешала. Но вы будете иметь в виду, что вот эти все ножи будем смотреть. И внутри у нас поролон, убираем. И здесь у нас нож для мяса. Ну, я его покупал, как нож для мяса. То есть обвалочный нож. Можно, конечно же, и другие работы делать этим ножом, но предназначен он для мяса. Это уже у нас премиальный нож, поскольку здесь, как указал продавец, я, конечно же, этого проверить вот так не могу визуально. Здесь у нас ВГ-10 китайская, то есть китайский аналог ВГ-10. А я проверял эту сталь, и она показывает очень и очень крутые результаты по стойкости. Есть у меня видео, соответствующее на канале. Поэтому здесь у нас Дамаск. Накладки вот эти из Дамаска, 67 слоев, если не ошибаюсь. Также не знаю, как проверить. Сейчас будут писать. Мне это вообще не важно. То есть я оцениваю нож визуально, то есть красоту, дизайн и так далее. Меня все устраивает. То есть вот это Дамаск, это лазерная гравировка или еще что-то. Для меня не имеет значения. Главное, чтобы этот нож хорошо точился и хорошо служил, и удерживал эту заточку. Если все так, тогда визуально меня все устраивает. Почему бы? Я не вижу смысла вообще придираться к вот этим накладкам. Дамаск здесь или... То есть есть слои здесь стали, или просто как-то нарисовано. Вот сейчас хочу еще рукоять ощутить. У меня уже был один нож. То есть есть вот этот производитель, а это второй, также обвалочный. Какой мне больше нравится? Ну, надо сравнивать. Так, рукоять такая. Такие острые грани, ну, как острые. Они не врезаются в руку, но острые углы, я имею в виду. Ну, все обработано хорошо, поэтому ничего не наминает нигде. Какой больше нравится, надо смотреть. Ну, вот такой нож. Есть та же мозаика на ноже вот этом. И здесь деревянная рукоять. Накладки деревянные. Подогнано все вроде бы хорошо. Ну, вот такой нож. Нож красивый. Вот этот узор дамаска также красивый. Так, хочу еще проверить остроту ножа. И также мы будем тестировать его, в принципе. Заточка. Неплохая, но для этого ножа я бы здесь... В принципе, возможно, возможно, есть вероятность, что я бы его отправил просто на кухне попользовался, попробовал. Но все же я вот обвалочный нож, он должен быть максимально острым, поэтому, возможно, я бы пришелся каким-то финишным камнем, чтобы вообще сделать такой рез более как бы невесомым, таким легким. Но агрессия там также нужна. В принципе, можно попробовать, а потом точить или не точить, решать. Так, еще один нож. И мы его также выбираем. А теперь мы рассмотрим те ножи, которые будут у меня на кухне. Давайте вот. То есть, я решил вот, что у меня будет вот этого дня, вот сегодня, этот набор на кухне я уберу тот, который у меня был до этого, какой бюджетный у меня был набор. А сейчас хочу вот этот. Ну и начнем рассматривать впервые вот этот нож. Это как бы универсальный нож, овощной, но он самый маленький у меня в этом комплекте. И когда-то мне очень понравилась вот такая рукоять. Это как будто кап и вот не знаю, как этот материал даже называется. Крыл какой-то. И у меня был такой нож, он, когда покрыть его маслом, он становится таким ярким, как будто светится. Но здесь уже у нас также сталь ВГ-10 внутри, то есть китайский аналог. И также дамасская сталь 67 слоев. Вот не помню, вот в моем варианте нож от другого производителя, вот который так смотрится, какая там была сталь внутри, поскольку мы его тестировали и мне что-то там не понравилось вот от этого другого производителя. Поэтому попробуем еще протестировать вот такие ножи от производителя ВАК. Ну а эти ножи как бы мне известны, это здесь классика, стандартная рукоять, лежит хорошо, руки ощущаются хорошо, просто надо будет проверить протестировать стойкость. Вот именно вот от этого производителя. Заточен хорошо нож, в принципе. Такой нож вообще не стоит заморачиваться, просто отправляем на кухню и работаем. Так и сделаем. И только после того, как он устанет, уже будут затачивать. Вот такой маленький нож. Можно купить отдельно, можно купить вместе с комплектом, то есть в комплекте со другими ножами. Убираем. Давайте еще вот этот посмотрим. Маленькие, дальше будут большие ножи. Это также у нас обвалочный нож. И он будет уже у меня на кухне, этот нож. Также ВГ-10, также дамасская сталь, также рукоять, кап, плюс вот акрил или как они вот это делают, ну очень интересно, красиво смотрится. По ощущениям все тоже, то есть здесь все одинаково. Будем записывать обзор, будем записывать тест ножа. Смотрится красиво. Вот покажу вам эту дамасскую сталь. Дамасская она или не дамасская? То есть для меня дамасская сталь это просто сталь, которая состоит из нескольких слоев. Есть ли здесь эти несколько слоев, или это какой-то рисунок, как там пишут в комментариях, или лазерная гравировка, или лазерный рисунок, мне этого неизвестно. Проверяйте этого не встану, поскольку для меня я не хочу испортить внешний вид ножа. Это меня устраивает, то, как он смотрится сейчас. Почему? Я должен что-то там, ну вот заточка, как видите, такая, этого ножа. Этот нож должен быть очень острым, поэтому я буду ее поправлять. Эту заточку перед тем, как работать с ножом. в принципе, он режет, как бы. Можно попробовать сначала поработать. Ну вот, такой нож. Так, убираем его. Повторюсь, будем записывать еще тесты на эти ножи, поэтому это только сначала хочу показать вам, что у меня будет на кухне вот этого дня. такой набор ножей. Он не из дешевых, но можно дождаться хорошей цены. Вот у этого производителя бывают там разные распродажи, акции и так далее. Вот этот узор дамаска, если это дамаск, это очень крутой, конечно, узор. Рисует его или реально это слои стали так создают вот такой узор на лезвие ножа. Оно смотрится неплохо, даже красиво. И вот такой нож у меня был на обзоре, только от другого производителя есть это видео у меня, всем он очень понравился, но стойкости этого ножа была не такая хорошая, как у других ножей из стали VG-10, то есть китайским аналогом стали VG-10. Продавец указал, что здесь японская и дамасская стали и так далее, но мы проверим, конечно же, проверим на стойкость этого ножа. Также у меня будет отзыв после какого-то времени работы с этим ножом на кухне, то есть как он будет там служиваться, как он будет затачиваться, как он в работе, все эти ножи, как они в работе и так далее. Пока просто визуально на осмотр, чтобы не было никаких там сколов, брака и так далее, и пока меня все устраивает. А так рукоять та же. Да, они там отличаются по объему, то есть руки ощущаются по-разному, но форма рукояти та же, поэтому я знаю, что отыскать свое комфортное положение у меня получится. В принципе, заточка здесь одинаковая. Я думаю, что один и тот же мастер точил. И для меня очень важно, чтобы не было завала. Бывает такое, что где-то такой завал есть, и его надо убирать, и потом несколько раз точить или стачивать металл, а я этого не люблю, стачивать металл. А здесь все равномерно, в принципе, я не вижу смысла что-то перетачивать, просто, если есть желание, можно заточить. Но нож заточен хорошо, и вот в таком состоянии можно отправлять на кухню, как мне кажется. Так, следующий нож из набора, это уже у нас хлебный нож. И, в принципе, я думаю, его затачивать точно не надо. Он острый, вот эти вырезаются даже в палец, пилочка вот эта. И это хорошо, поскольку так проще. Бывает такое, что нож внутри острый, но вот эти грани, они как-то такие тупые. Я не понимаю, почему. Оно же должно как бы разрезать там твердый хлеб, чтобы его можно было порезать. А оно получается внутри, они точат вот эту как бы ламель. А пилочка, она тупая. Ну, здесь заводская заточка, я уверен, что он будет резать хлеб, но когда я затачиваю, ножи. У меня вот эти, каждая вот эта ламель, она просто врезается вот так в бумагу, и я могу нарезать. Но у них такого эффекта нет, ну, по крайней мере, у меня еще не было такого с завода. Но заточен он очень хорошо, качественно, смотрите, полировку даже не, ну, даже сделали вот эту полировку, то есть, зеркальный блеск внутри. Давайте ближе покажу, поскольку реально очень качественная, поэтому я это перетачивать в любом случае не буду, поскольку эти ножи точатся очень и очень редко, они долго сохраняют свою остроту, если он изначально из коробки острый. Его просто надо будет проверить, то есть, сделать тест ножа на каком-то там, вот, самый трудный, как бы, трудная задача для этого ножа, который, в принципе, решает только этот нож, это резать хлеб, у которого такая твердая корочка, но внутри он буквально пушинка. Сейчас есть такой хлеб, и он очень вкусный, но нарезать его ровно, там, например, тостер, или просто там нарезать какие-то ровные кусочки, очень тяжело обычным там ножом, поскольку он не врезается, он просто скользит, даже как бы вы там не точили, оно, конечно же, будет лучше резать, но этот нож все равно справляется с такой задачей, поскольку он создан для такого, поэтому этот нож, в принципе, нужен, не так часто, как другие ножи, но он нужен на кухне, поэтому вот есть у меня такой сейчас нож. Убираем, есть здесь уникальные два ножи, которые, вообще, один нож впервые в жизни я заказал, вот такой, покажу вам, мы еще к нему сейчас доберемся. Здесь также нож, это уже Санток, то есть, был шеф нож, и есть вот нож Санток. Он, в принципе, делает ту же задачу, но он интересный. Тот нож, шеф нож, который вы видели, как бы, для одних задач лучше, этот нож для своих задач, еще зависит от вашей техники нарезки и так далее, поэтому также решил, чтобы он был у меня. Нож Сантоку, в принципе, все тоже, здесь, наверное, даже укаять такая же, как в шеф-ножа, вот это вот, тот, что мы смотрели, ну и заточка. Заточен хорошо, так, по завалам. Небольшой завал вот здесь есть, но он очень небольшой, и то, что он на острие, это хорошо, в принципе, хуже, когда он здесь, лично для меня. А так, небольшое-небольшое такое смещение, ну, визуальное, здесь как бы поменьше, вот этот подвод, а здесь немного больше, в этом ноже. Так, убираем Сантоку, и сейчас покажу вам нож, которых раньше я не воспринимал, но, когда заказал первый нож, понял, что они, в принципе, очень крутые в работе, для, там, того, чтобы измельчить мясо, там, или еще что-то, и шинковать. И вот он, это топорик, кухонный топорик. Здесь, конечно, много этого металла, ВГ-10, поэтому он не из дешевых, но, реально, на кухне он нужен, этот топорик, и работать с таким ножом интересно. Просто есть желание иногда. Рукоять здесь, ну, вот, здесь полировка просто какая-то, или что, ну, вот, когда скрыть маслом эту рукоять, она просто как бы такая, какая-то, ну, другая становится, и очень красивая. Ну, а сейчас, даже сейчас, она смотрится очень красиво, так скажу. Но, я думаю, что она будет еще смотреться лучше. Да, нож, конечно, обалденно, красиво смотрится, удерживается, и, если он будет работать хорошо, так же, как и другие ножи, которые я там тестировал с ВГ-10, которые показали там топовый результат, обалдеть, как он затотен хорошо. Вот этот очень хорошо заточен нож. Даже просто по ощущениям среза, вот мне больше всего нравится заточка этого ножа, то есть, то, как он врезается вот в эту бумагу, по сравнению с другими ножами, которые мы только что тестировали. Нож обалденный. Здесь очень хорошо просматривается вот этот, как бы, узор дамасской стали. нож очень красивый. Будем записывать тест ножа, тестировать его, что он может, как он держит и так далее. Поэтому будет больше информации о этом ноже. Сейчас просто для информации, что у меня будет на кухне. И если будут какие-то вопросы у вас по этим ножам, ну, конечно же, не сейчас, через какое-то время, поскольку это, как бы, дома я их буду использовать, и, конечно же, попользоваться каждым ножом там за какое-то короткое время у меня не получится. Надо, чтобы пришло какое-то время. Поэтому будет больше информации. Но сначала мы еще сделаем тесты этих ножей. И вот уникальный нож. В принципе, у меня еще не было такого на кухне, но иногда, когда вы нарезаете какой-то большой кусок мяса, вам надо сделать ровный кусочек, срезать. Не хватает длины этих всех ножей. И поэтому, вот смотрите, какой длинный шеф у меня. это впервые. Раньше я таких длинных ножей не заказывал, но есть такая необходимость. И поскольку в комплекте было купить ножи дешевле в период распродаж, есть смысл купить комплект. Но это все надо считать. Это вы все считайте. Смотрите, ссылка есть в описании, считайте. И, в принципе, по необходимости. Надо ножи, поскольку здесь много таких ножей, которые, как бы, решают, в принципе, одинаковые задачи. Поэтому их можно не покупать. Просто смотрите и считайте, когда есть цена комплекта и отдельно каждого ножа. Ну вот, такой длинный шеф-нож. Извиняюсь. Ну и давайте, сначала давайте посмотрим, как он проточен. Он достаточно длинный, поэтому точить его на точилке. Ну, посмотрим, как оно будет. вот здесь не проточен, не проточено острие немного. Ну, это как бы мелочь. И здесь не проточено пятком немного. Также мелочь. Это предпочтительнее, чем завал. То есть, это все просто протачивается, а завал надо втачивать нож немного, чтобы подниматься и убирать его. Заточка так же, как и у других ножей. То есть, такая же, как все другие ножи, кроме вот этого. Этот нож заточен просто идеально, как мне кажется. А это просто есть такая агрессия, на которой я просто не привык, я скажу по-другому, я не оставляю. Я делаю заточку, использую камни помелочи, поэтому у меня такой рез по бумаге даже ощущается более приятный, что ли, не знаю, как его назвать. А как оно в работе врезе, ну, надо смотреть, пробовать. Ну, вот такой самый длинный, уникальный в моей коллекции нож от ВАК. В принципе, все. Теперь я ожидаю от вас каких-то комментариев, что вы хотите увидеть, какие тесты вы хотите увидеть, будут тесты этих ножей. И подготовлю какие-то обзоры на эти ножи вместе с практичным использованием. А сейчас только распаковка. На этом все. спасибо за просмотр. Надеюсь, видео было интересное. Мира, добра и любви.